Здравствуйте! Это программа «Здоровая линия». Сегодня мы поговорим о симптомах и профилактике коронавируса. Рассмотрим особенности одного из самых распространенных видов сосудистой патологии в варикозном расширении вен. А также расскажем, как в городской больнице готовятся к переходу на бережливый формат. Тема коронавируса обсуждается сейчас во всех СМИ и официальных аккаунтах. Регионы переходят в режим повышенной готовности. На Ямале он предполагает отмену массовых мероприятий, начало школьных каникул, дезинфекцию жилфонда, общественного транспорта и другие превентивные меры. Чем опасен коронавирус и как защитить себя от инфекции? Попробуем разобраться. Симптомы коронавируса сходны со многими респираторными заболеваниями и часто имитируют обычную простуду. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Возможна и контактная передача вируса через загрязненную поверхность. Он ничем по симптоматике не отличается от течения гриппа или других разновидностей ОРВИ. Характеризуется повышением температуры, головной болью, познобом, болью в глазных яблоках, болью и першением в горле, чиханием, насморком. Как и грипп, это заболевание может осложняться, например, пневмонией. Однако вероятность инфицирования коронавирусом гораздо ниже. Контагиозность вируса гриппа, она более высокая, чем у коронавируса. То есть контагиозность вируса гриппа, она 100%. То есть все контактирующие с больным вирусом гриппа, они могут заболеть. А у коронавируса гораздо ниже контагиозность. Поэтому, в принципе, не все болеют. На Ямале утвержден комплексный план мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции. Во всех учреждениях здравоохранения еще в начале года проведены семинары и инструктажи о профилактике, диагностике и лечении заболевания. Готовы и муравленковские медики. На учебно-тренировочных занятиях они отработали алгоритм действий при подозрении на инфекцию. Все врачи отработали на отлично. То есть все сработали так, как вот, если бы действительно был пациент. Все одели правильную защитную одежду, все отработали по времени достаточно. Ну, какие укладывались во все нормы. То есть врачи готовы к приему таких пациентов. Если такой пациент поступит, то мы готовы оказать ему помощь соответствующую. У нас есть бокс, куда мы его можем поместить и в дальнейшем перенаправить в инфекционное отделение города Ноябска. Ямальское управление Роспотребнадзора и медицинская служба округа в режиме повышенной готовности. Врачи напоминают, как уберечь себя от заражения коронавирусом. Среди главных рекомендаций чаще мыть руки, высыпаться, отказаться от вредных привычек, поддерживать здоровый образ жизни и ограничить контакты с заболевшими. В первую очередь соблюдение личной гигиены, мытье рук. Обязательно после посещения улицы, перед едой, перед туалетом, после туалета. Стараться меньше бывать в местах скопления, большого скопления населения. Если вы находитесь рядом с чихающим, болеющим или температурящим человеком, обязательно носить маску, которую вы должны менять каждые 2-3 часа. А как вы считаете, насколько это серьезная проблема? Это очень серьезная проблема. Если государство закрывает границы, это очень серьезная проблема. Как обезопасить себя? Никак. Следить за чистотой, прежде всего. Не толпиться, не собираться в больших количествах людей. Руки мыть. Это естественно. Руки и так постоянно можешь эти салфетки с собой носить, если куда-то зашла в здание, чтобы потом руки протирать. Моем руки тщательно, следим, чтобы ребенок не был до таких местах массовых скоплений. Да и сами стараемся не ходить, дома занимаемся. Раньше в спортзал ходили, теперь по утрам зарядку делаем. При появлении первых признаков простуды жителям рекомендуют не заниматься самолечением, а незамедлительно обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Руководитель управления Роспотребнадзора по Ямалу, замначальника окружного оперативного штаба Людмила Нечапуренко подчеркивает, на сегодняшний день в округе нет случаев заражения коронавирусом. Ситуация под контролем, поэтому жителям советуют не поддаваться паническим настроениям, тем более, что поводов для этого никаких нет. Раздули. А вы заметили сейчас, что люди начинают больших количествах продуктов скупать? Как вы это можете объяснить вообще? Нормальная это реакция? Ну, скажем так, это паника, среди населения. Да ненормальная, я считаю. Если, конечно, все, насколько, 30 тысяч, вот это все пойдет, сразу все купят, то, конечно, будет ажиотаж. Всегда люди, не знаю, из ничего делать проблемы, из муху слону надувают. Для меня никаких проблем нет. Сильно волноваться не стоит, но и информацию надо преслеживать. Стараться никуда, не выезжать, особенно за границу сейчас. Многие хотят в отпуск, но все планы поменяются, наверное. У нас в городе вроде тихо, спокойно, все карантины, и в школе, и везде все придерживаемся. Будем надеяться, да лучше. Варикоз или расширение подкожных вен нижних конечностей – это проблема знакома многим. Практически треть населения Земли подвержена коварному недугу. Заболевание не только ухудшает внешний вид, но и вызывает тяжесть в ногах, их отечность и болевые ощущения. Что же приводит к развитию заболевания и как от него избавиться? С подобными жалобами к хирургу приходят люди разного возраста, как мужчины, так и женщины. Но прекрасная половина человечества, конечно, преобладает в этом списке. Обращаются как на ранних стадиях заболевания, так и при появлении осложнений. Обращаются пациенты, когда на ногах образуются трофические язвы. То есть это уже идет осложнение варикозной болезни. Сначала хроническая венозная недостаточность начинается, распространяется. Затем появляются трофические язвы. Также осложнением очень серьезным данного заболевания может быть воспаление вен, это флебит, как поверхностных, так и тромбоз глубоких вен нижних конечностей, которые требуют такого пристального наблюдения и лечения. И в основном в условиях стационара это лечится. Ну и такое грозное осложнение – это тромбоэмболия легочной артерии на фоне варикозного расширения вен. Подобные заболевания выявляются как на приеме у врача. Хирург и пациенты самостоятельно обращаются. Выявляются при прохождении очередного периодического медицинского осмотра, когда с предприятий направляют, и при проведении диспансеризации. Когда на нижних конечностях появляются сосудистые звездочки, мешающие лишь эстетически, их можно вылечить в домашних условиях с помощью физических упражнений. Они должны быть направлены на сокращение мышц и стимуляцию венозного оттока. Также комплексно используется компрессионное белье. Если на венах уже образовались тромбы, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, который назначит и препараты венотоники. А при симптоматическом варикозном расширении вен последней степени понадобятся некоторые вмешательства. Один из эффективных методов лечения – склеротерапия. Такой вид лечения, когда в вену вводятся различные препараты склерозанты, и вена закрывается изнутри. Традиционная флебоктомия, веноктомия, когда вена удаляется, измененная. И более уже современный метод лечения – это лазерная коагуляция вен, когда вена не удаляется, а закрывается с помощью лазера изнутри просвета. После данных операций, конечно, пациенты отмечают значительное улучшение. У некоторых пациентов практически полностью проходят все симптомы заболевания. То есть жалобы у них прекращаются, их ничего не беспокоит. Но некоторые пациенты, которые в основном обращаются уже на поздних стадиях, когда развитие заболевания уже принимает необратимый характер, когда только мы можем поддерживать какую-то терапию, чтобы дальше не распространялось, те подлежат пациенту диспансерному наблюдению у врача-хирурга. Также на диспансерный учет берем пациентов, которые после операции. Если у пациента есть подозрения на варикозное расширение вен, присутствуют жалобы, но видимых изменений нет, его направляют на УЗИ. Врач ультразвукового исследования описывает состояние глубоких вен и клапанов между ними. Исходя из результатов, выбирается тактика последующего лечения. Варикозная болезнь у нас может развиваться как наследственный фактор. У женщин в основном это при приеме каких-то гормональных препаратов. Тяжелый физический труд. То есть, конечно, избегать тяжелого физического труда, если уже имеются признаки заболевания. То есть, ну, желательно своевременно проходить диспансеризацию, где выявляется основная масса заболеваний. Прием венотонизирующих препаратов, если уже появились какие-то признаки начальных изменений. Лечебная физкультура, то есть занятия спортом, здоровый образ жизни. Ну, конечно, по возможности отказ от курения, что очень негативно влияет на сосуды, как на артерии, так и вены нижней конечности. Заниматься плаванием, бассейн. Развитие современной медицины позволяет бороться с варикозом на любой стадии заболевания. Главное – вовремя заметить первые признаки и обратиться к врачу. В городской больнице готовятся к реализации проекта «Бережливая поликлиника». В детской поликлинике появится открытая регистратура, игровые зоны, удобная навигация. Все это поможет создать комфортные условия для пациентов и сэкономить время приема. В рамках национального проекта здравоохранения до конца 2021 года все поликлиники округа должны перейти на рельсы бережливого производства. В детской поликлинике «Муравленко» делают ставку прежде всего на повышение качества и сокращение времени оказания медпомощи, оптимизацию работы персонала, оснащение новым современным оборудованием и реконструкцию здания для комфортного пребывания маленьких пациентов. В рамках проекта по реконструкции детской поликлиники были проведены проектно-изыскательские работы на сумму 6 миллионов. И на эту же сумму будет подготовлен проект по реконструкции детской поликлиники. В 2021 году эти деньги окружного бюджета. Кроме того, в этом году нам выделено 28 миллионов рублей на переоснащение детской поликлиники медицинским оборудованием. Это тоже деньги окружного бюджета. В новой модели детской поликлиники первым делом разделят потоки пациентов на здоровых и заболевших. Для этого обустроят два отдельных входа. Это позволит свести контакт здоровых и больных девчонок и мальчишек к минимуму, что особенно актуально в период повышения уровня сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Мы планируем разделить потоки пациентов, которые впервые заболели, и температурящие, скажем, являются заразными на данный период, и детей, которые приходят на повторный период к педиатру или за справками. У нас предусмотрен будет отдельный вход для больных пациентов, чтобы они контактировали и не пересекались со здоровыми, которые идут на выписку. В каждой зоне будут работать администраторы, которые не только доставят медкарту в кабинет врача, но и проконсультируют по всем организационным вопросам. Изменится поликлиника и внутри. Появится регистратура открытого типа. Для удобства будут работать светодиодные табло, навигаторы, интерактивные панели, детские зоны с мягкими уголками. Бережливая поликлиника станет по-настоящему бережливой и комфортной по отношению к здоровью маленьких пациентов. На сегодня это все. С вами была программа «Здоровая линия». Берегите себя и будьте здоровы!